всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал fuck you и так дорогие соучастники сразу в начале видео напоминаю вам о том что идет розыгрыш на нашем канале друзья почему вас называю соучастниками потому что теперь непосредственно вы ответственны за то что происходит на нашем канале за количество просмотров и за количество выигранных заработанных вами денег друзья потому что в конце года на канале будет проводиться розыгрыш мы будем разыгрывать годовой баланс нашего канала друзья то есть все что канал заработал за год вот я не вывожу ежемесячно до денежки я собираю потом раз в год вывожу до определенную сумму вот теперь же эти деньги мы разыграем между вами дорогие друзья между подписчиками скажу вам что за последние две недели как я озвучил этот розыгрыш до просмотры подросли подросли прибыль подросла канала поэтому друзья не забывайте комментировать подписываться на наши социальные сети или мессенджеры вайбер телеграмм ватсап инстаграмм все я посоздавал друзья все у нас есть лучше конечно друзья телеграмм телеграмм это the best вот и мы будем делать розыгрыш в конце года вот среди всех а самое лучшее наверное друзья подписывайтесь в телеграмм и среди всех подписчиков телеграмма мы сделаем этот розыгрыш вот и так и будет самый лучше или нет давайте так друзья все-таки оставим старые правила новые подписывайтесь телеграмм потому что все сразу свежие новые видео выходят у нас в телеграмм да вот и вы узнаете о них первыми друзья вот условия розыгрыша будут следующие первое место получает 40 процентов от заработанных каналам денег второе третье место получает по 20 и четвертое пятое получает по 10 процентов заработанных денег каналам за друзья вот поэтому старайтесь распространяйте наши видео делитесь с друзьями потому что чем больше просмотров тем больше друзья мы заработаем денег тем больше мы разыграем их среди вас вот ну и не забывайте конечно же оставлять комментарии потому что рандомайзер выбирает среди тех людей которые прокомментировали видео и так друзья что ж коротенькое такое вступление как всегда да дабы напомнить вам о таком хорошем действии как розыгрыш и теперь поехали поехали смотреть что у нас здесь происходит на рынке и так как я и думал у нас по е не начался разворот разворот тренда да то есть вот этот уровень у нас отыграл разворотный уровень и тренд посыпался вниз что мы здесь сейчас видим а здесь мы видим следующую картину ночью по е не у нас было ложное пробитие у нас было ложное пробитие да и после этого цена скатилась у нас к уровню 107 короче 107 900 вот сейчас у раз два два ложных пробоя уже было если будет третий ложный пробой и не будет сейчас импульса друзья в принципе но опять же идти против тренда тренд изменился идти против тренда ну тоже такая себе картина короче надо за енкой наблюдать наблюдаем смотрим что будет происходить так дальше франк сейчас перенастроим друзья вот по франку по франку на следующая картина мы по франку находимся между двумя такими большими уровнями и в принципе доходим до нижнего уровня и надо будет смотреть что что будет друзья возле этого уровня даже можно поставить здесь аллертик до достигнем ли мы этого уровня потому что уровень сильный уровень этот мы достигали давненько и как мы видим несколько дней назад мы к нему подходили к этому уровню и был от него просто супер мощный отбой да первый ретест не прошли просто отскочили тут на пару сот пунктов да потом пошли на ближний ретест и после второго ретеста да просто улетаем на 1000 пунктов поэтому с этим уровнем друзья надо быть очень осторожными да надо посмотреть что будет происходить сейчас возле этого уровня поэтому alert выставляем и поехали дальше кстати вчерашний дневной трейдинг я не выставлял потому что вчера сделок не было думаю зачем буду зря вам морочить голову да и показывать свою философию о том что как я размышляю о рынке хотя если вам это интересно друзья напишите пожалуйста в комментариях чтобы я заливаю заливать напишите заливаю все все видео я буду тогда заливать все видео друзья так поехали дальше поехали дальше а дальше друзья мы пропустили тоже разворот тренда пробой вниз да здесь у нас даже нарисовалась наша пробойная моделька но хотя стоп лосс очень большой прям очень большой ну давайте на 5 минуточку перейдем посмотрим не ну я здесь бы не входил однозначно здесь был небольшой ложный пробойчик потом цена начала выкатываться и закрепляться сверху сверху да и дальше пошла вниз вряд ли я бы здесь бы заходил увидев что цена теряет свою силу да вот у нас идет резкое падение вниз да и потом как бы начинается v-образное движение вверх да вот что то такое как как здесь да то есть и здесь такое же вероятность того что цена мало опять откатиться канал очень велика вряд ли я бы здесь входил ну опять же что у нас тут за новость usd job opening открытые рабочие места какие-то или что надо будет посмотреть что это за 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 новости у нас ну что аж в принципе в принципе канал пробит канал пробит вот цена улетела у нас уже на 400 пунктов вниз до после пробоя резкий резкий никакой консолидации не было ничего просто ударились в хай давайте посмотрим как это на дневке выглядит до достигли достигли почти максимального значения до ударились 57 700 следующий уровень вот он очень высоко и дальше ближе нечему зацепиться уже было бы да только аж вот этот высокий уровень через больше чем 1200 пунктов да и если бы пробили бы этот уровень то цена конечно бы улетела еще выше поэтому я так понимаю по новозеландцу начали толкать и и да и сильно уже длинный тренд друзья у нас образовался да надо немножко сделать и откат цене и это хорошо потому что сегодня ночью новозеландец нам засадил мы сидели засаженные до сидели в позиции вот и уже я не выдержал в 2 часа ночи пошел спать оставил take profit и хорошо что рынок развернулся иначе могло нас еще больше засадить да еще выше смотрите как как рынок по новой зеландии рос просто 6000 пунктов да если бы мы допустим по новозеландцу по ночной стратегии где-то бы здесь нас засадила да то мы бы уже не вышли это был бы слив депозита просто цена каждый день росла 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 а вот цена каждый день друзья росла поэтому я и говорю что наша ночная стратегия она очень рискованная друзья очень рискованно как мы видим не каждую ночь цена возвращается в диапазон вот как например прошлой ночью до цена стрельнула потом откатик конечно был но потом дальше цена пошла то есть если бы мы где-то если бы где-то здесь нас засадила да вот здесь мы бы еще не работали мы начинаем с 19 00 работать ну вот если бы здесь где-то засадила на вот этой свече на 200 пунктов да то в принципе дальше бы возврату бы не было и аж до сегодняшнего дня бы только через 3-4 дня короче друзья по но по ночной стратегии еще надо смотреть и отбирать получается и отбирать тоже по дневным свечам чтобы не было такого прям стремительного тренда до инструменты это тоже надо будет смотреть хотя сейчас весь рынок такой сейчас весь рынок такой ладно но не будем забивать себе голову ночной стратегии ночная стратегия остается у нас ночью принципе новозеландец пробил пробил у нас уровень что делать в таком случае я не имею никакого понятия какой-то откат к уровню закрепление ложные пробои и продолжение движения может быть да потому что было была большая тенденция вверх ну и соответственно может быть неплохой откат то есть тенденция вверх у нас было на 6000 пунктов допустим да возьмем допустим 30 процентов до 2000 пунктов если у нас цена откатиться то есть тысячу она прошла еще 1000 вот до уровня 63 500 если она откатиться да то было бы неплохо ну посмотрим друзья посмотрим то есть посмотрим сейчас как будет себя вести цена возле 65 3 0 а вот если у нас будут возле 65 3 0 подходы какие-то ложные пробои но он не будет импульса опять на покупку да не будет возвращена тенденция лонговая да то мы тогда пойдем на шорт и попробуем продаться пока что пока что мы можем сделать только одно поставить алерт вот так вот да на сегодня и ждать подхода обратно к уровню и посмотреть какие-то ждать ложные пробои хотя опять же такое резкое падение вряд ли так евро доллар евро доллар друзья евро доллар тоже у нас сейчас перенастроим индикатор от иара тоже у нас рухнул маленько до после той же стремительной тенденции роста он у нас немножко сегодня прибили его ну как немножко 500 пунктов уже он упал блин прям с утра такие движухи у нас друзья 9 10 11 часов я немножко сегодня припозднился с этой ночной стратегией поздно лег спать и сегодня чуть чуть позже встал и вон оно какое уже здесь что здесь происходит друзья просто просто разрыв разрыв на рынок разгулялся так это все та же новость какой-то новые рабочие места да это новые рабочие места после паверола всегда идет новость по новым рабочим местам и будет она у нас пять часов вечера ну принципе у нас еще пять половина часов так друзья тут нам надо поставить аллертик аллертик нижний аллертик нижний вот сюда к этому уровню и смотреть как себя цена будет вести возле этого уровня будет ли он пробит сегодня да будет ли какие-то ретесты дали или ложные пробои так все поехали дальше пока что ничего пока что просто свыше атр а прошли в два раза больше атр а на продажу да да то есть один атр и второй атр на продажу пройдет так смотрим дальше тоже перенастроим индикатор атр а в принципе все рынок все рынки у нас пошли в откат все рынки пошли в откат тут у нас опять пробойчик такой уровня двухсотого шестьдесят девять двести не был особо сильным уровнем как мы видим прошивался и сверху вниз и снизу вверх да то есть не было у нас прям какого-то сильного сильного отбоя или чего то есть была хорошая проторговка причем уровень прошивался вверх-вниз вообще без проблем вот и сейчас мы видим что он пробился да ну сильно здесь большой стоп лосс даже если попытаться на пяти минут на пяти минутки разве что вот здесь это 250 пунктов но реально большой стоп лосс друзья реально большой стоп лосс даже если есть тут какие-то ну опять же можно поставить можно поставить только были нечаянно зацепил можно поставить только вот так если будут какие-то возвраты к уровню до удары в уровень какие-то ложные пробития и потом уже смотреть до пускают не пускают цену опять же если цена будет возвращаться к уровню то это будет говорить о том что нету импульса на продажу да это что мы можем вообще разворот обратно и продолжение лонговой тенденции поэтому тут тоже надо быть аккуратным вот смена тренда надо быть очень друзья аккуратными в этот момент потому что смена тренда это может быть просто резкий глубокий откат как мы знаем шартисты у нас друзья очень сильные да они короткосрочном моменте могут очень хорошо цена вверх будет ползти долго долго там несколько дней вот смотрите с этого диапазона до с этого диапазона где сейчас находится цена цена росла раз два три три дня а тут у нас за несколько часов она падает на это то есть шартисты друзья ребята такие резкие жесткие да они хорошо продали а потом потихоньку выкупают себе да несколько дней ну вот поэтому эти хлопчики такие поэтому надо быть очень аккуратным во время смены тренда то есть если у нас пойдет сейчас шартовый тренд они просто откат тренда да немножечко коррекция такая глубокая набор позиции новый сейчас допустим ну опять же друзья когда идет смена тенденции рынка надо наблюдать за рынком все алерты выставляем наблюдаем и смотрим что у нас будет происходить от наших как бы от наших уровней от наших уровней так что тут у нас дальше канадец канадец тоже друзья у нас сделал быстрый хлопок на тысячу пунктов просто вот скажите мне что с этим рынком не так сейчас подождите друзья пауза простите друзья важный телефонный звоночек не мог не ответить итак что мы видим а видим мы следующее по канадцу тоже цена стрельнула у нас другую сторону неужели опять пампят рынок друзья перед перед новостями да потому что по америке по америке могут быть опять плохие новости по рабочим местам потому что в эту пятницу по payroll вышли очень хорошие обнадеживающие новости прям плюс плюсовым до эффектом но откуда им взяться этим новостям если карантин если там в америке забастовки да не там бьют крушат ломают то есть все в америке все плохо а новости выходят хорошие вот то есть новости были немножко мягко сказать так подтасованные до подтасованные но они не то что были бы неправдивые как объяснял александр михалыч получилось так что людей отправили за свой счет на карантин да и когда сейчас люди начали выходить на работу это засчитали в отчеты как новые рабочие места ну какие же это нафиг новые рабочие места если люди люди просто вышли из двухмесячного карантина да опять же на те же самые рабочие места потому по америке по payroll в пятницу получилось так что payroll вышли с позитивным отчетом так что вот сейчас так что вот сейчас когда у нас будут я так понял вот эта новость новых рабочих мест до job job opening да то есть рабочие открытия ну или открытые рабочие места новые да то новость может быть отрицательная не очень хорошая поэтому рынок сейчас пампят по доллару до пороки всех национальных валют потом чтобы когда новость выйдет и обрушится чтобы прям не сильно больно было скажем так то есть мы видим мы видим такую ситуацию на рынке что когда перед новостями когда перед новостями выходит у нас какая-то должна быть у нас какая-то серьезная новость рынок немножко прокачивает до потом выходит новость рынок сам сам своим природным образом идет в ту сторону куда должна идти новость до чик опускается и все нормально и получается что в принципе он торгуется оттуда откуда стартанул туда и вернулся грубо говоря и всего лишь на все то есть он по австралийца у нас там что-то прилетело поднялись мы обратно хорошо чуть повыше поставим тогда нету импульса друзья нету как бы ну как сто сто двести пунктов цена пролетела в принципе ну прям сильного импульса дальше нету цена возвращается за уровень вот поэтому будем следить будем следить сегодня продолжать следить потому что как бы вот докачаю допустим да по пока на туда его сейчас докачаю до этого уровня потом выйдет новость плохая цена резко упадет да и потом еще до конца дня еще до упадет допустим до дна от иара может и такое быть так как тенденция у нас нисходящая да ну или это же может быть просто коррекция у нас на вот этом вот на вот этом вот падение так как падение было не маленькая почти две тысячи пунктов да за за три дня за 4 за четыре дня почти две тысячи пунктов по канадцу канадец отыграл против доллара ладно друзья поехали дальше поехали дальше ой какая друзья у нас тут красивая модель нарисовалась ну просто я не знаю просто рука трейдера не может не дрогнуть перед такой красотой друзья посмотрите что у нас здесь происходит происходит у нас здесь следующая картина по фунту у нас здесь двойная вершина причем такая шикардосная что это просто просто макдональдс смотрите просто у нас тут макдональдс нарисовался но где же здесь заходить друзья то есть это у нас шартовый сигнал это у нас шартовый сигнал сейчас нарисовался но где здесь точка входа причем что отбиваемся мы идем вверх пока что опять же сейчас нарисует нам такие хаи что мы не сможем по нашему риск менеджменту войти в эту сделку ладно будем ждать по фунту закрепления какого-то под уровнем да но обычно друзья обычно когда такая моделька рисуется но сейчас может быть здесь закрепление плечика такого небольшого да обычно когда двойная вершина или двойное дно рисуется идет пробой да идет пробой потом идут за стопами здесь рисуется небольшая консолидация возле плеча и потом уже идет отработка до этой модели вот и посмотрим будет ли такое здесь или не будет давайте даже нарисуем себе что здесь должно быть давайте уберем луч свойство рисовать объект как он лучше уберем луч нам не нужен луч приблизительно нарисуем что здесь должно быть да то есть вот что-то вот такое вот вот а потом а потом уже падение да то есть вот я приблизительно нарисовал как должна плюс-минус двигаться цена при данной модели вот и посмотрим будет ли она у нас так двигаться сегодня да вот и посмотрим можем даже на 5 минутку перейти и смотреть да то есть цена будет ли у нас вот так вот идти потом проходить вниз и все такое давайте останемся на часике потом переключимся и посмотрим все друзья в принципе в принципе в 20 минут уложились до для анализа рынка и для для понимания того что у нас происходит сейчас вот пока что мне на сегодня нравится самый больше фунт потому что здесь я вижу перспективу из-за двойной вершины если получится поработать двойной вершиной будет очень даже неплохо а большая вершина у нас тут больше тысячи пунктов и если удастся зайти допустим с двухсотым стоп лоссом я думаю 600 можно будет взять то есть от уровня к уровню почему даже и почему бы и нет как говорится вот почему бы и нет как мы видим фунт до фунт душат фунт душат перед новостями по америке то же самое происходит что и на всем рынке ну в принципе не может не происходить то же самое потому что у нас все мажорные у нас все мажорные пары да все связки с долларом и доллар на них имеет непосредственно большое влияние вот как вы видите здесь вот тоже была двойная вершинка и отлично себя даже отработала 400 даже на сто процентов себя отработала в данном в данном случае ну не всегда лучше брать где-то 60 процентов двойная вершина отрабатывает то есть если у нас здесь больше тысячи пунктов и мы от уровня зайдем до и возьмем 600 это будет очень даже хорошо австралийц что у нас австралийц австралийц поджимать чтобы он закрылся над уровнем но хорошо пускай пускай ладно друзья все ставлю на паузу ставлю на паузу не буду затягивать видео потому что вчерашнее получилось около двух часов а реальных сделок никаких не было только одна аналитика все друзья ставлю на паузу будет что-то происходить включу включу и покажу вам итак друзья смотря на енку сейчас погодите включу какую-то музычку по поинтереснее смотря на енку смотря на енку друзья импульса дальше вниз нету да то есть может быть откат но опять же самый максимальный low у нас был на 100 120 пунктов 12 пунктов сложный ложный пробой да давайте чуть увеличим дабы было лучше видно да да сложный ложный пробой и опять не дают цене пройти за low сегодняшнего дня и попробовать от этого уровня купить уровень круглый 107 900 без десяти до пунктов без девяти даже может быть может быть почему бы и нет да то есть картина похожая как вот тут мы покупали да тоже несколько было ретестов уровня цена ниже не хочет идти вот давайте посмотрим на 15 минутки как это выглядит одно ложное пробитие вот у нас на 15 минутки подчоп причем полностью себя отработавшая с минимальным стоп-лоссом второе ложное пробитие до 100 17 на 235 но так уже но хотя на 15 минутки друзья мы видим что каждый хай ниже предыдущего то есть цену прижимают к уровню и может быть наоборот дальнейшее продолжение движения до цену цену прижимают не дают цене вырваться из этого диапазона да то есть смотрите у нас после одного ложного пробития был хай потом второе ложное пробитие чуть ниже хай уже ниже потом уже следующее ложное пробитие еще ниже и хай у нас опять ниже да то есть это ниже это ниже то есть у нас делают трехугольник сжимает пружину и сейчас друзья от этого уровня будет куда-то какой-то выстрел вот причем что он будет уже сейчас как я вижу он будет уже сейчас потому что пружина уже достаточно у нас сжалась хорошо даже если вот так вот провести да то есть уже уже мы находимся в самом носике она и так на глаз видно что мы вот находимся со в самом конце сжатия пружины и сейчас будет выстрелы этот выстрел может быть как вверх так и вниз да ну вот то что импульса вниз нету говорит нам только об одном о том что скорее всего что этот спасибо что этот импульс будет у нас вверх друзья принесли мне часики так так что этот импульс будет вверх я даже и не знаю как тут входить в принципе можно было бы попробовать вот с минимальным стоп лоп лосом сейчас войти на покупку да потому что у нас и на продажу и наш атр израсходован 500 пунктов ой-ой-ой-ой 400 пунктов у нас было на продажу сегодня да и мы уже и мы уже 240 пунктов прошли вниз ну как мы знаем цена если летит то ее ничего не может сдержать да если хотят продать они и так продадут вот они и так продадут давайте на часовичке еще раз посмотрим тут у нас почти с доджем закрывается на почти додж у нас закрытие открытие закрытие open 107 889 close 107 890 до почти копейка в копейку дочь без одного пункта вот то есть такой крест обычно друзья на хорошей тенденции в какую-то сторону он говорит о том что тенденция в принципе заканчивается да то есть то что тенденция заканчивается как мы видим вот здесь допустим да тоже у нас начался разворотик такой небольшой да и тут тоже почти додж 108 159 108 172 ну есть немножко конечно там десяток пунктов разбежности да но все равно очень на крест похож бар и цена развернулась и пошла вниз тут же у нас разворачивается вернее цена у нас и шла вниз 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 почти крест до без одного пункта причем это реально без одного пункта 89 90 да и такой крестик обычно говорит нам о том что это окончание тенденции вниз ну давайте с учетом вот этих всех технических технического анализа да то что после четырех друзья четырех ложных пробоев у нас нету импульса дальше вниз да вот это что это что у нас здесь практически дочь до без одного пункта крест у нас до нарисовался это что у нас от ар перепродан уже до причем уже на 240 пунктов ниже был перепродан чем чем реально он есть да и какие у нас еще факторы здесь совпадают ну конечно против тренда против тренда друзья очень контр трендовая такая стратегия она опасноватая конечно но у нас очень много факторов до которые нам указывают на то что этот уровень пытается удержать вот мы видим недобои до отходы вот недобои потом четыре ложных пробития и после всех четырех ложных пробитий у нас но опять же если так смотреть то у нас цену пытается прижимать к уровню до такое прижатие но наоборот говорит нам о том что цена скорее всего пойдет пойдет вниз так называемая консолидация цены к уровню до то есть прижимают не дают цене набрать обратного хода на покупку блин даже не знаю друзья даже не знаю плюсов конечно больше в лонг до чем минусов вот опять же в лонг это у нас на укрепление доллара непонятно какие новости будут у нас по доллару вот но стоп лосс у нас сейчас минимальный мы можем сотым стоп лоссом прям сейчас войти в рынок да даже меньше где-то 90 90 стоп лоссик войти в рынок и если цена допустим пойдет в нашу сторону то мы 300 своих возьмем смотрите тут как раз вот 300 до красивая красивая у нас сложное пробитие сложные четырьмя барами но опять же меня смущает то что цену прижимают к уровню консолидирует и вот закрытие под уровнем открытие под уровнем да и опять давайте на 5 минуточку переключимся еще попытаемся проанализировать по 5 минутки немножко уменьшу чтобы было видно всю картину друзья чтобы было видно всю картину и так был подход ближний ретест далеко цена до не дошла до нашего уровня такой ложный пробой и отошла к этому уровню потом еще попытка еще отскок да здесь набрали позицию провалили ложный пробой вытянули обратно после этого ложного пробоя до причем красиво себя отработал ложный пробой потом у нас отсюда тоже идет ложный пробой до вниз еще один ложный пробой теперь еще один ложный пробой и все равно цену вытягивает над уровнем еще один ложный пробой 4 ложных пробоя как мы знаем после 4 4 но опять же цену постоянно поджимают к уровню поджимает поджимает то есть и и туда давит давит идет нисходящий тренд опять опять ли будет ли у нас от этого уровня откат этого тренда да то есть как мы видим на 15 минутки сейчас я выключу дабы было лучше видно у нас вот пошел до нисходящий тренд большой он идет 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 откаты есть друзья откаты есть да причем неплохие по 300 пунктов откаты но будет ли на этой волне у нас откат непонятно скорее всего что нет потому что консолидация цен до объем растет то есть чем меньше у нас свечки тем больше объем чем меньше бары тем больше объем чем больше бары тем меньше объем да то есть это уже отработка какая-то идет качают 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 и начинают консолидировать объемы повышается сейчас будет прострел куда ну куда же он будет друзья этот прострел вот как мы видим еще до еще лоу 15 минутки ниже предыдущего да формирует что-то похожее на ложный пробой сейчас если цена побежит обратно в принципе друзья тут но я не знаю мне кажется что что здесь когда кажется надо креститься до что здесь у нас нету силы нету импульса до после пробоя этого уровня сейчас цена побежит немножко вот как поэтому друзья я хочу сделать здесь покупку покупку 100 300 100 300 вот так чуть ниже насколько ниже я поставил до на 30 пунктов ниже так по франку у нас тут какие-то о франк франк у нас тоже смотрите уровень пробил укрепляется под уровнем этим до снизу у нас а по франку у меня был сбой системы только два уровня было мы можем здесь продать могли ну и сейчас в принципе можем я знаю такая модель да рисуется похоже на ложный пробой ну посмотрим друзья что у нас будет давайте пока что вернемся к енке смотрим что у нас здесь происходит с енкой вот у нас этот канал до который выдерживается пока что в принципе сложными пробойчиками но пока что выдерживается мы видим раз попытка его пробить 23 и цена все от этого канала на 5 минуточки до видим уходит уходит вот еще одна свечка не смогла пробить то есть не даю держит этот уровень сильно какой-то лимитный покупатель стоит у нас от этого уровня до лимитный покупатель не дает нам пройти уровень 850 до плюс-минус 88 48 44 на вот так что следим друзья в принципе в принципе импульса вниз нету наверное скорее всего его и не будет да хотя хотя друзья у нас присутствует в инструменте продавец да который пытается давить который пытается давить у нас на инструмент да смотрите сколько сейчас погодите ну что ж друзья отвлекли меня на минутку давайте посмотрим чем это все закончится в принципе вошли в позицию сейчас уже что-то да думать и гадать нечего больше конечно плюсов на то что будет у нас откатик цена приостановилась входит в такое раскачивающийся range набирают это позицию ли набирают ли это позицию для продолжения движения или для возврата вот это уже увидим друзья да вот это уже увидим непосредственно что у нас будет или стоп или тейк вот пока что я себе на 5 минуточку переключу и буду следить но пока что держат у нас смотрите копейка в копейку держат вот вот этот вот уровень не хотят его чтобы он пробился да вот с небольшим люфтиком тут плюс-минус пару пунктов вот он но цена как мы видим закрытие и открытие бара идет до над этим уровнем и не дают не дают держат в принципе этим показывают что мол покупайте мы не мы не пропустим сюда цену давайте покупайте да может быть это замануха как раз может быть как раз это и есть друзья вот это лимитная лимитная замануха да вот лимитная замануха мол типа давайте покупайте а мы от вас оторвем ковалки до куски оторвем мы посмотрим Пока что пружинка сжалась Мы взяли здесь на покупку Мы взяли здесь на покупку С надеждой отката Как говорится надежда умирает последней Ну посмотрим Пока что предпосылок никаких на дальнейшую продажу Нету Четвертый ретест уровня Импульса на продажу нету Нью-Йоркская сессия открылась Вяленько-вяленько подтягивают Ну сейчас америкосы кстати начнут Тянуть цену вверх мне кажется Как бы ни было Психология человека Так работает Каждый за свою страну топит И сейчас нью-йоркская сессия Мне кажется должны потянуть вверх Плюс говорю Импульса нету у нас Ладно много одно и то же самое Повторяю все Ставлю на паузу И посмотрим что у нас получится Для вас это какие-то секунды Для меня это как всегда Долгие часы Опять да Опять же если рассуждать трезво Крупный игрок всегда рисует Мелким трейдерам то что мы хотим видеть В данном моменте Что рисуется Нам рисуется Нисходящий трехугольник То есть чем Как он обозначается Как он обозначается Этот нисходящий трехугольник Он вот так вот Обозначается Да Вот То есть что он значит Он значит да Вот смотрите Что образуется у нас Да Образуется такая модель Называется Нисходящий трехугольник Вот И если у нас сейчас допустим Не будет пробития И прям смотрите Четко-четко отрабатывают Эти все Ну можно чуть-чуть поправить Да По вот этим хаям Ну оно там особо разницы не играет Вот у нас смотрите Сейчас вот эта точка Грубо говоря Она является ключевой точкой Потому что у нас пересекается Наша линия сопротивления На данный момент Да И линия сопротивления Нисходящего трехугольника То есть Если сейчас в этой точке У нас произойдет пробой Да То это будет хороший сильный сигнал Потому что пересечение Вот этих двух линий Это есть как бы очень Очень такое Сильное место Да Которое должно сдержать Сдержать нашу цену Если мы сейчас в этом месте пробиваемся Да То цена конечно пойдет вверх Если мы не пробиваемся Да То цена Пойдет вниз Вот Смотрите друзья Почему называется Нисходящий трехугольник Потому что здесь у нас Грань как мы видим Ровная Да Грани ровная Ну это ложные пробои Мы их считать не будем Да Но здесь в основном Вот 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 И тут вообще Копейка в копейку Почти там С маленьким люфтиком Да А здесь у нас Диапазон большой Сверху вниз И вот эта классическая модель Называется нисходящий трехугольник И обычно этот нисходящий трехугольник Работает следующим образом Если цену не удается прорвать вверх То цена Обязательно пойдет вниз И как мы видим Касаясь Да Вот этого Вот этой грани Да Нам показывает Что мол Типа мол Мы цену толкаем вниз Друзья Мы типа толкаем вниз Но опять же Это не факт Мы видим Что по По этому уровню Нам не дают пройти Да Нам по этому уровню Не дают пройти ниже Поэтому Сейчас друзья Мне кажется Все таки Что здесь произойдет Пробойчик Причем хороший Пробойчик в лонг Произойдет Так что следим Вот Опять же для вас Это секунды Для меня это могут растянуться На часы Меня вот сейчас Тут подошли Исправляют Мой кривой русский Треугольник Говорят Вот Как друзья Как я и говорил Смотрим Да У нас идет пробитие Треугольника Треугольника Вот И Это Хороший сейчас должен быть Лонговый сигнал Если сейчас У нас отсюда Цена стартанет Да То есть Вот Все Все нам показывает Все нам показывает На то Что сейчас Должна быть Отсюда покупка И если мы Хотя бы Перебьем Сейчас Вот этот Хай Если мы Перебьем Вот этот Хай В данный В данный Момент Да В данной Пятиминутки Хотя бы Или там Десяти минутки Вот То цена Конечно же Полетит вверх И очень сильно Как минимум К этому уровню Да И мы сможем Наш стоп лосс Перенести Да То есть Наш Там 90 100 пунктов И стоп лосс Если мы Пройдем к этому Уровню Это будет 200 пунктов Да И мы перенесем Стоп лосс Не будем дожидаться Там ровно Ровных Там 200 пунктов Чтобы не потерять Так что Пока что Наблюдаем Как пробивается Треугольник Да Меня исправили Туда Грамотные люди Да Пока что Все как я говорил Смотрите Вот пошел Коротковременный Импульс Да Импульс есть На покупку Если он Продлится Если не Развернется Сейчас И не В принципе Друзья Даже если Сейчас не будет У нас импульса На покупку А начнется Разворот И опять Проход У нас Начнется Под уровень Да Опять начнут Заныривать Под уровень Все друзья Это можно Закрываться Смело В ноль Хотя бы Да То есть Смело Можем Закрываться В ноль И дальше Не ждать Здесь ничего Потому что Цена скорее всего Или переворачиваться То есть Или переворачиваться Да То есть Это может быть Сейчас Вообще Поход За стопами Да Вот мы Уткнулись Вот смотрим Будет у нас Сейчас перехай Или нет Да Пошел Маленький Перехай Давайте Я не буду Уже Выключать Чтобы вы Все видели Наглядно У нас Есть Маленький Перехай Малюсенький Перехай Такой Если Сейчас От этого Уровня Будет Дальше У нас Импульс От этого Хая Что-то Здесь Цену Прибило У нас Вниз Если У нас Сейчас Дальше Будет Цена Отсюда Ворости Ну Я не знаю Ну Хотя Бы Пунктов 30 Новых Надо Цене Пройти Чтобы Это Можно Было Зафиксировать Как Нормальный Перехай Ну Перехай Он Уже Перехай То есть Если Здесь У нас Цена Была 107 931 То Здесь У нас Цена Уже 107 941 То есть Перехай Он Может быть Небольшая Задержка Но Главное Чтобы У нас От этого Уровня Сейчас Не было Глубокого Падения Цены То есть Если У нас Сейчас Будет Здесь Глубокое Падение Цены Мы Закроемся Просто В ноль И попытаемся Перевернуться Да и Все Вот и Все Как Говорится Просто Перевернемся И Пойдем Вниз Ну Пока Что Притормозилась Цена Друзья Ставлю На Паузу Дабы Видео Не было Сильно Уморительным Для вас Поэтому Ставлю На Паузу И так Уже 40 минут Будем Смотреть Что У нас Здесь Происходит Итак Друзья Прошли Мы Отметку Перехая Да То есть Здесь Уже Уверенно Можно Сказать Что Импульс У нас На Покупочку Есть Убираем Пока Что Ну Этот Можно Оставить Ну Давай Можно Ее Чуть Поправить Чтобы Она Красиво Ровно Стояла Смотрите Получается Что У нас Дальше Происходит Дальше У нас Здесь Фигура В фигуре Как говорится Из-за Того Что У нас Сжимали Пружину Да Теперь Смотрите У нас Здесь Маленькое Дно Маленькое Двойное Дно Да С Большой Вершиной На 100 Пунктов Уже 50 Пунктов Мы Прошли То есть Уже 50 Процентов Мы Прошли Но Мы Подходим К Другому Друзья Красивому К Большой Двойной Вершине Которая Здесь У нас Сейчас Присутствует И Если Мы Сейчас Пробиваем Вот Этот Хай Да То Тогда Цена Должна Катиться Отсюда Еще 100 Пунктов Выше Уровня Зак 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 А Тут Уже Недалеко До Этого Хая То есть Вероятность Того Что Цена Зайдет У нас Над Уровнем И Опять Над Ним Закрепится То Тоже Очень Неплохая Тем Более Что Импульс У нас От Уровня Есть Появился Импульс На Лонг Да Вот Мы Пошли Себе Потихонечку На Лонг В Принципе Даже Даже Сейчас Уже Когда Цена У нас Прошла Когда Цена У нас Уже Прошла 122 Пункта От Нашей Точки Входа Мы Можем Сократить Наш Стоп Лост Хотя Бы Перенести Его За Вот Этот Хай Сократить Его В два Раза Давайте Так И Сделаем То Перенесем Его Сюда За Вот Этот Лол И Что Мы Имеем И Мы Имеем Сокращенный Стоп Лост Что Сокращает Наши Убытки До 58 И Уже Мы Имеем Да Вот Какой Получается Прибыль Какую В общей Сложности У нас Сейчас Наш Стоп Лост Грубо Говоря 200 Пунктов Потому Что У нас Прибыли Уже 150 Пунктов Почти Да 140 Пунктов И 60 Пунктов У нас Стоп Лост То есть 200 Пунктов Если Цена Развернется И пойдет Против Нас Ну Значит Так И должно Было Быть Да Но Я Жду Следующего Я Жду Подхода К Уровню Друзья Подхода К Уровню Перехая Вот Этого Да Подхода К Уровню Если Сейчас Цена Пробьет А она Как мы Видим Поджимается Поджимается Потихонечку Вот Было У нас Касание Да Можем В принципе Даже Только Я не знаю Где Правильно Будет Поставить Потому Что Первый Вроде Как Здесь Был Да Первый Первая Остановка На 5 Минутки Это Вроде Как Ложные Пробои У нас Ну Пока Что Мы Пробили Да И Цена Закрытия Выше Ну Правильно Мне кажется Вот так Да Потому Что У нас Здесь Цена Закрытия Свечи Соответственно Хай У этой Свечи И в принципе Вот оно Все и Видно Да И сейчас Если мы Отсюда Идем Дальше К уровню Да То можно В принципе Сказать Что большое Двойное Дно Начало Свою Отработку И дальше Можно Уже Не переживать Стоп Лосс Перенести В без Убыток А мы Видим Что У нас 5 Минутный Бар Закрывается Под свое Закрытие Это Очень Друзья Хорошая Хорошая Как бы Новость Да И цена Дальше Быстренько Начинает Импульсировать Вверх То есть Нам Показывают То что Мы имеем Силу Еще идти Да Мы имеем Силу Когда Бар Закрывается Под Под Свой Хай Да Цена Закрытия Бара Соответствует Закры Хаю То Это Очень Друзья Хороший Показатель То есть У инструмента Есть Еще Сила Идти Вверх Вот Поэтому Сейчас Мы Померяем Сколько У нас Уже 160 Пунктов Вот 160 Пунктов Вот И мы Можем Друзья Будем Когда Мы Дойдем До Уровня В принципе В принципе Сейчас Мы Можем Мы Можем Стоп Лосс Подтянуть Еще Ближе Где-то Вот В этот Диапазон От Уровня Нашего От Уровня 20 Пунктов Давайте Сделаем 20 Пунктов От Уровня Итого У нас Общее Общее У нас 190 Пунктов Этого Достаточно Друзья Все Вот так И оставляем И ждем Или Тейк Профит Или Уже Стоп Лосс Друзья Все Только Если Мы Сейчас Пройдем Выше Уровня Хотя Бы Пунктов На 50 Тогда Я Перенесусь Уже Без Убыток Тогда Я Перенесусь Так Чтобы Просто Ноль Получился Если Вдруг Цена Развернется И пойдет Против Вназ Внизу Пока Что Я Вижу Друзья Мы Пробили Большую Двойную Дно Двойное Дно Большое Пробиваем Этот Уровень Формирования Этой Фигуры Да И Все Потому Что Это Уже И Так Много Да Это И Так Уже Много 160 Пунктов В Принципе Можно Даже Вообще Перетянуть Вот Так Вот Стоп Лосс Там Пунктов Пунктов 20 От Нашего Входа В Принципе 180 Пунктов Эта Потеря Достаточная Для Нас Ну Как Не то Что Она Достаточная Не Хотелось Бы Конечно Потерять Такую Неплохую Сделку Да На 300 Пунктов Но Ну Это Будет Больше Чем Достаточно Да Если Цена Сейчас Развернется И Побежит Вниз Обратно У нас Тут Уровень Держит Да Вот А здесь У нас Уровень Вот этот Который Выдерживал Да Вот Здесь Смотрите Пык Не было Не было Захода За этот Уровень Дальше Поддержали Поэтому Два Уровня У нас Локальный И И Исторический Здесь Если Они Не Удержат Нашу Цену То Конечно Смысла Смысла Ниже Уже Отставлять Нету Потому Что Ниже Цена Просто Просто Будет Переворот Как Говорят Трейдеры Да Получается Если Цена Сейчас Тут Начинает Разворот Вот И Бежит Обратно К Уровням К Входу Да То Просто Напросто У нас Здесь Будет Переворот И Цена Дальше Продолжит Своё Движение Уже К этому Уровню Да Это 100% И Нам Надо Будет Здесь Закрываться Да С Небольшой Прибылью И При Закреплении Цены Под Уровнем Уже Переворачиваться Друзья Уже Переворачиваться Но Мне Кажется Что Этого Не Произойдет Сейчас Начнет Отрабатывать Себя Вот Это Двойное Дно Да Большое Двойное Дно Которое У нас Сформировалось Вот А его А его Величина 200 Пунктов Мы Прошли Всего Лишь 30 То есть Как минимум Соточку Мы Должны Пройти Здесь Сейчас Что Может Образоваться Может Образоваться Такое Плечико Небольшое Да И Потом Обратно Пойти Так что Ждем Смотрим Ставлю Пока Что На Паузу Потому Что Уже Сильно Много Философствую Тоже Сильно Много Сильно Много Анализа Технического Анализа Много Никогда Не Бывает Я Вам Так Скажу Но Пора Ставить На Паузу Друзья И Ждать Что Дальше Произойдет Итак Друзья Смотрите Такая Же Ситуация У нас По Австралийчику Как Вы Помните Я Здесь Ставил Тоже Себе Алертик Да И Тоже После Четырех Ложных Пробоев Нету Импульса Дальше На Продажу Да Цену Не Могу Дальше Толкануть Вот 200 Пунктов Прошли Потом Выкупили Практически Все Да Потом Час Колбасились С ложным Пробоем Ни туда Ни сюда И Сейчас Цена Вот Получила Импульс На Покупку Да В принципе Здесь бы Тоже Можно Было Сейчас Войти В рынок Еще Стоп Лосс Небольшой Есть Куда Двигаться От Этого Уровня Да Потому Что Цена Сильно Провалилась У нас Здесь Была Поэтому Предлагаю Друзья Войти Здесь Да Тоже На Покупочку Стоп Лосс Задвинуть Вот Сюда От Ик Профит К Нашей Линии АТР И Посмотреть Что Это У нас Тут Получается Такое Это Получается У нас 300 350 Блин До Хрена Маленько Маленько До Хрена Но Ближе Мы Поставить Не Можем Хотя Можем Сюда Поставить 200 Один Хрена Разница Друзья Один Фиг Разница Как Говорится Что 350 Что 250 Но Безопаснее Конечно Будет За хвостом Вот Этим Безопаснее Конечно Будет За хвостом Вот Этим 350 Да Тогда Обратного Ходу У нас Должно Быть 1150 Да Нет 1050 Пунктов Это Под уровень Ну Так Под уровень Оставляем Надеемся Что цена Может Так Ну В принципе Здесь Как бы Рисуется V-образное Движение Да То есть У нас Цена Резко Убежала Вниз Сейчас Она Может Резко И Побежать Вверх Да То есть Если V-образное Движение Себя Отработает А как Мы Видим Как Мы Видим Здесь Что-то Такое И происходит То есть Дальше Импульса Вниз Нету К следующему Уровню Здесь В-шечка Сейчас Может Нарисоваться Да Здесь V-образное Движение Может У нас Нарисоваться Новостей У нас Остается 3 часа Если Я не Ошибаюсь Да В 17.00 У нас Сейчас 14 Почти 14 13.45 Ну Будем Смотреть Друзья Будем Ждать В принципе Мне нравится То что я Вижу По австралийцу Тоже Импульса Вниз Дальше Нету У нас После Такого Сильного Падения В принципе Сколько Бы мы Не взяли Нам Главное Опять Же Тоже Чтобы Хотя Б Один К Одному Прошла Цена И Чтоб Мы Чуть Поближе Подтянули Хотя Б Ниже Уровня Подтянули Стоп Лосс А дальше Уже Будем Наблюдать Будем Смотреть Друзья Что Будет Происходить То есть Если Цена Пройдет Хотя Б 350 Пунктов Вверх Мы Потянем Стоп Лосс Под Уровень Чтобы Уже Минимальный Стоп Лосс Был До Уровня В принципе У нас Тут Соточка Будет Ну 150 Поставим Стоп Лосс И Будет Нормально То есть Общий Будет 450 У нас Стоп Так что Вот так Друзья Все Имеем Две Позиции В принципе Больше Мы Сегодня Больше Мы Сегодня Не Можем Друзья Входить Потому Что Даже Даже Уже Вот Эта Позиция По Австралийцу Она Уже Превышает На Пол Процента Да Наш Как Дневной Дневной Наш Риск Поэтому Больше Мы Позиции Делать Не Можем Друзья Так что Вот Наблюдаем Себе За Енкой Да Еночка Вот Кстати У нас Подходит К уровню Друзья И мы Смело Можем Перенести Наш Стоп Лосс В полный Безубыток А это Порядка 15 Пунктов Над Точкой Входа Это Цена 8 7 4 Давайте Мы Это Сделаем 8 7 5 О Все Мы Мы По Ене В полном Безубытке Да Можно Ити Себе Смело Обедать Ну А Австралии Будем Наблюдать Друзья Будем Наблюдать Давайте Тоже Перейдем На 5 Минутку Вообще Посмотрим Что у нас Здесь Происходило А Происходило У нас Здесь Следующее Цена Сконсолидировалась Под Уровнем Да Смотрите Сколько Тыкало 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 Не Могла Пройти А Теперь Прошла И Уже Один Бар Закрылся У нас Второй Бар Закрылся Над Уровнем И Вот Сейчас Третий Да То есть Оторвалась У нас Цена От Уровня Сейчас Будем Смотреть Ну Немножко Нету Импульса Как бы Немножко Друзья Нету Импульса У нас Вверх Это Конечно Мне Не Очень Нравится Ну Посмотрим Посмотрим Цена В очень Сильной Перепроданности Как бы У меня Сомнений Нету Что Она Должна Уже Друзья Ити Вверх Смотрите АТР У нас Был Двести Тридцать А цена У нас Уже За АТР Прошла Тысячу Пунктов Тысячу То есть Это Уже Четыре АТР Она Прошла А если Учитывать Пять АТР Цена Уже Прошла Сегодня Вниз Поэтому Скорее Всего Что Будет У нас Хорошенький Откат Друзья Вверх Хорошенький Как минимум 50% Вэшечка Сейчас Должна Нам Показать То есть Это Где-то 500 Пунктов То есть Без Убыток Мы Тоже Этот Ордер Должны Перенести А здесь 100% В-образное Движение У нас Идет Заторможение Дальше Импульса Вниз И Вырисовался Часовой Бар Вверх Если Он Сейчас Друзья Закроется Над Уровнем Да А он Через 10 минут Закроется Сейчас Его Пытаются В конце Часа Немножко Протолкать Вниз Да Но Мне кажется Это Не должно Получиться Вот И он Закроется Над Уровнем Следующий Откроется Над Уровнем Это Даст Еще Больше Импульс И Еще Больше Трейдеров Войдут И пойдут На Лонг А Друзья А я Тем Временем Пойду Что Нибудь Перекушу Пообедаю Оставляю Вот так Вот это Все Дело На Пяти Минуточках Дабы Было Более Наглядно Видно Лондон Открывается Бар Бар У нас Под Хай Все Австралиец Немножко Австралиец Тоже Фиксируется У нас Над Уровнем Не Загнали Цену Закрытия Под Уровень Да И Открывается Новый Бар Тоже Над Уровнем И Потихонечку Стремится Вверх Пока Что Все Мне Нравится Друзья Ставлю На Паузу Иду Обедать А там Посмотрим Чем Эта Вся История Закончится Пока Что Все Очень Неплохо Выглядит Очень Даже Неплохо Все Друзья Выглядит Так Друзья Смотрим Что У нас Происходит С Австралийцем Австралиец Пошел Я пообедал Короче Решил После обеда Поумничать Австралийц У нас Закрепился Над уровнем Друзья И Это Неплохой Показатель Для нас Плохо Конечно Что Нету Импульса Нету Сильного Импульса Да Но То Что Цена Выскочила Над уровнем И Держится Над уровнем Это Тоже Достаточно Неплохо Да И у нас Каждый Каждый Лоу Выше Предыдущего То есть Видим Тут Потом Цену Подняли Еще Выше И Сейчас Тоже Опять А вот Импульс Небольшой Да Пошел Хаи Вот эти Перебиваем А Мы же Тут Уперлись Вот Вот Если Мы Сейчас Пробьем Вот этот Хай Да Локальный То Цена В принципе Дальше Вверх Полетит Дальше Вверх Полетит У нас Хорошенечко Должна Полететь Вот Что У нас По Йенке Йенка Тоже прошла Уровень Закрепилась Над уровнем И себе Потихонечку Идет Друзья Вверх Потихонечку Помаленечку Идет Вверх В принципе Уже ее Ничего Здесь Не должно Остановить Вот Абсолютно Ничего Так что Я думаю Что до Нашего Тейк Профита Она Смело Дойдет Уже Смело Все Перехаи Она Локальные Побила Остался Вот Последний Хай Сегодняшнего Дня Да И вот Хай Сегодняшнего Дня Буквально 25 Пунктов До Нашего До Нашего Тейк Профита Давайте Сделаем Так Установим Алерт Установим Алерт На Хай Сегодняшнего Дня Да То есть Вот у нас Эта линия Да Мы Здесь Установим Алерт И Посмотрим Как Цена Себя Будет Вести То есть Если Она Сейчас Дойдет Здесь Ударится Не будет Импульса Дальше Да Будет Что-то Начать Начинать Нырять До Уровня Мы Наверное Все-таки Закроем Позицию Потому Что Дно Отработало Маленькое И Большое Фигура В фигуре Смотрите Прекрасно Себя Отработало Большое Дно Да 200 Пунктов На 120 Это У нас Уже 60% Получается Прошла Цена Вот Супер Отработало Себя Вот Сейчас Мы Подходим Я пока Поставлю На паузу Друзья Дабы Вас Не Напрягать И Уже Буду Включать Когда Что-то Произойдет Или мы Получим Сейчас Тейк Профит Или мы Получим Сейчас Стоп Лосс Поэтому Ставлю На паузу Ура Друзья Ура Тейк Профит Есть По Паеночки Друзья Взяли Мы Тейк Профит Причем Смотрите Цена У нас Пробивает И Следующий Да Следующий Уровень И дальше Идет Вот Ну мы Закроемся Достаточно С нас И Такого Тейк Профита Возвращаемся Мы В свой Начальный Депозит В 1000 Долларов Да Отбиваем Мы Ну практически Да С учетом Этих 16 Да Которые У нас По австралийцу Ну пока Делю Шкуру Неубитого Медведя Как говорится Но по австралийцу Тоже мы Как видим Цена у нас Пошла Да Не было Импульса На продажу Цену Поджали Под уровень Цена Начинает Идти Вот Так что Будем ждать И теперь По австралийцу Главное Чтобы она Прошла Чтобы она Прошла Уже Вот мы Видим 200 Пунктов В доходе Да Чтобы прошла 350 Как только Цена пройдет 350 Пунктов Я перенесу Да Стоп Лосс Вот сюда Под уровень Чтобы был Минимальный Стоп Вообще Минимум Минимум Да 100 пунктов Чтобы был Вот Друзья Так что Первое Первое Пробитие Сегодня Есть у нас Друзья Второе Пробитие Ждем По австралийцу Все Ставлю на паузу Не затягивать Буду Вот Ждем Что произойдет С нашим Австралийцем Пока что Все Медленными Медленными Шагами С небольшими Импульсами Да 100 пунктов Движется Вверх Если так Будет двигаться То До конца Дня В принципе Можно будет И где-то И здесь И закрыться Даже если Не пробьет Да До До Максимума Потому что Здесь у нас Если переключиться На часик Да То у нас Тейк профит Выше Уровня АТАра Как мы видим Здесь тоже У нас цена Консолидировалась Да И выше Средины АТАра А средина АТАра Тоже бывает Иногда Такой Жесткой Жесткой Линией Да Вот мы видим Здесь она у нас Отыграла Тоже как уровень Здесь касалась И здесь Бар касался У нас Ну посмотрим Ну по крайней мере Здесь пролетели Мы да Полетели вниз Не будем загадывать Просто смотрим Следим Пока что у нас Отрабатывается Вэшка Даже если Вот переключиться По фунту По фунту Вчера у нас Была такая же Ситуация Да Вот тоже У нас было Резкое падение Потом до конца дня Отыграли Прямо До самого Уровня Так что По австралийцу Может быть Точно такая же То есть Вот уровня Так Новозеландец Будет Бамкать Так Новозеландец У нас Друзья Пробивает Уровень Тоже Да И тоже Стремится У нас Вверх У нас Кругом Вэшки Они кругом Друзья Хотят Отыграться Они кругом Хотят Отыграться Да Вот Новозеландец Тоже Начинает Пробивать Начинает Пробивать Уровень Ну Друзья Здесь Очень Конечно Здесь Надо Сейчас 380 Пунктов Просто Стопиару Влупить 380 Пунктов Ну Вы сейчас Скажете Ну У тебя же Тут стоит Вон По австралийцу 350 И ничего Ну Это я поставил Этот стоп Лосс С учетом Того Что я был По е Не перенес Уже Стоп Лосс В безубыток Практически Да Вот И Как бы Этот стоп Лосс Он у меня Превышает Всего лишь На пол Процента Превышает Допустимый Дневной Стоп Лосс Да Вот Поэтому Я Разрешил Его Поставить Как 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 Говорит Александр Михайлович На чуть-чуть Карандаш Себе Вставил Да Вот Да Такого делать Конечно Нельзя Друзья Нельзя Блин Такого Делать Страшное Дело Вот это Трейдинг Этот Ну По Новозеландцу Мы не имеем Права Входить Вот Разве Что По франку Если по франку Сейчас будет Обратная Тенденция То по франку Можем с маленьким Стопом Попробовать Войти Опять же Не факт Не факт Франк Что-то Как-то Застопорился Новозеландец Пробил Уровень И тоже В принципе Отсюда Может быть Обратный Откат Вверх Вот я смотрю Потихоньку Начали Друзья Перед Перед этими Новостями Да Зашевелился Рынок В обратную Сторону Три часа У нас До новостей Начали Толкать Рынок Потихонечку В обратную Сторону Видать Прогнозы Вышли Прогнозы Да Потому что Прогнозы Тоже Не сразу Показывают Так Что здесь У нас По фунту По фунту Не оправдалась Моя тенденция Вниз Фунт Не пошел Точно Так же Развернулся Вверх Поэтому Друзья Удаляем Это все Но нам Не нужно Больше Вот в принципе Оно и шло Так До какой-то Меры Но тут Рынок Развернулся Вверх Да Такие Смотрите Две свечки Как два Близнеца Да Два бара Вернее Как два Близнеца По 200 Пунктов Плюс Минус Да И открывались Продавались Выкупались Закрывались Да Два Близнеца Смотрите Какие Два Близнеца Можно В принципе Вот тоже Смотрите Два Близнеца И после Этого Чик Тысячу Пунктов Два Близнеца Да Чик Тысячу Пунктов Кстати смотрите Неплохой Паттерн Получается Когда два Бара У нас Приблизительно Открытие Открытие С закрытием Совпадает Да Двумя Барами И потом Тенденция Меняется В противоположную Сторону Но Один Один Даже Да Видимо Если два Так Тем более Ну тут В принципе Два Тут чуть Чуть Не дотянуло Пару Пунктов Не дотянула Цена Надо будет Просмотреть Такой Паттерн Смешной Смотрите Вот еще Да Вот еще Такая Консолидация Получается Да Консолидация И потом Или продолжение Или Или разворот Цены Ну получается В этот момент Вырастает объем И потом Кто выигрывает Кто объем Размывает В ту сторону И летит Цена К сожалению На рынке Форекс Нельзя посмотреть Объем В какую сторону Друзья Это Ну К большому Сожалению Если на других Если на акциях На фьючерсах Да Там объемы Показываются Именно в количествах То То тут Мы можем Только поставить Индикатор Волум Да Волум И смотреть От фьючей Объем От фьючей Такой себе Такой себе Показатель Кстати Не очень Мне это нравится Я вот Больше Ставлю На технический Анализ Друзья Хочу Именно Понять График Именно Понять Рынок Я буду Пытаться Я буду Смотреть Тысячи Часов Буду проводить За просмотром Графиков Для того Чтобы понять Как работает Рынок Друзья В принципе Александр Михайлович Основу Дает Да Основу Понятие Дает Как Что Работает На рынке Дальше Дальше Конечно Каждый Адаптирует Понимание Под себя Ладно Не буду Затягивать Ставлю На паузу В принципе Цена Полетела В нашу Сторону Друзья Теперь Нам остается Только ждать Чтобы она Вышла Хотя бы Один к одному Чтобы мы Могли Подтягивать Стоп Постоянно Потихонечку Подтягивать Стоп Да Все Друзья Ставлю На паузу Итак Друзья Смотрим На следующую Тенденцию По франку Мне пришел Алертик Что цена Прилетала Вниз И теперь Она откатилась Опять Вверх Давайте Поставим Тоже Алертик Еще сверху Только Давайте Его не тут Поставим А на Часовичке На Часовичке Чтобы он Потому что Так работает Алерт Если на Часовике Да То Длинная Линия У нас Получается Переключимся Теперь на 15 На 5 Минутку Вот И поставим И поставим Его Чуть Выше Вот так Вот Можно даже Возле Уровня И сейчас Будем ждать Смотрите Вот это у нас Был первый Ретест Да Первый Ретест Не пошла Цена Вверх Да Второй Ретест И вот Только что Был у нас Третий Ретест Да Цена Подошла И ушла Опять Если будет Еще один Ретест Четвертый По франку Вот я Алерты Установил Да От уровня У нас Будет В принципе Нижний Можно убрать Нас Теперь Интересует Только Еще одно Касание Да Если не Будет У нас Перехая Вот этого Ближнего Перехая Вот То тогда Мы будем Заходить Отсюда На продажу Друзья Все Жду Блин Накачал Новой Музыки Хорошая Такая Музыка Фоновая Но Битрейт У нее Чуть Пониже Чем У той Музыки Которая У меня Уже Была 128 И тише Она играет Как-то Вот Короче Если Сейчас Будет Еще Один Прокол Да Или Подход К уровню И отбой От уровня Да Ну Желательно Конечно Ложный Чтобы Пробой Был Чтобы Цена Прошла Сквозь Уровень И не Было Импульса У нее На Покупку Да И тогда Можно Будет Тоже Войти На Продажу Так Как У нас Это Будет Релевантно Австралиец Доллар Да И Доллар Франк То есть Если Мы По Австралийцу Зашли Здесь На Покупку И цена Потихонечку Да Как мы Видим Трендово Движется Вверх Вот Потихонечку Да С откатиками Все Как Книжка Пишет Да То По Франку Мы Сможем Также Войти На Продажу Да Вот Одно Что Не Очень Хорошо Что У нас До Новости Уже Остается Меньше Полтора Часа И Сейчас Может Могут Начаться Какие-то Резкие Колебания Рынка Да Вот Мы Видим По Нашей Позиции Сейчас Тоже Немножко Вроде Как Прижимает Но Пока Еще У нас Восходящее Да Но Уже Потихоньку Уже Потихоньку Прижимает У нас Цену К нашему К нашей Точке Входа Ну Мы Ничего Не можем Сделать Сидим Пока Что В позиции Раз Вошли Уже В позицию Значит Да Будем Сидеть Цена Может Так Идти Друзья Может Немножко Вверх Немножко Вниз Конечно Уже Много Мы 200 Пунктов Мы Уже Отошли Обратно Да Не Хотелось Бы Конечно Чтоб Цена Сейчас Пошла В отрицательную Сторону Но Немножко Перед Новостью Могут Продавить Главное Чтоб Не Додавили До Нашего Стоп Лоса Вот Это Самое Главное Потому Что Стоп Лос У нас Немаленький Здесь Хотя Я Уже Немножко Его Подтянул Да Но Все Равно В общей Сложности Стоп Лос У нас 250 Пунктов И Будет Не Очень Приятно Если Мы Потеряем Все Что Заработали По Йене Да 300 Пунктов Мы Взяли По Йене Если Сейчас Мы Получим По Австралийцу Стоп Лос Будет Не Очень Приятно Так Как Потеряем Практически Всю Прибыль За Сегодня По Йене Но Как Я Вижу В принципе Тенденция Сохраняется У нас Тенденция Восходящая Поэтому Друзья Ждем 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 Что Будет Перед Новостями Могут Немножко Конечно Отыграть Позиции Потому Что Вряд Ли Хорошая Новость Выйдет По Америке По Новостям По Рабочим Местам Да Хотя Опять же По Пойролам Завысили Ожидания Завысили Факт Также Могут И Завысить По По Новым Рабочим Местам Созданным Такое Себе Американцы Маленько Мухлюют Друзья Американцы Маленько Мухлюют Ладно Ставлю на Паузу Ставлю на Паузу Уже Больше Часа У нас Видео Все Ждем Смотрим И Анализируем Франк Как Себя Будет Вести Франк Пока Что Как Мы Видим Зашел Он В Рейнджевую Такую Зону Да Вот Она У нас Плюс Минус Вот По Этим Где-то Лоу Да Практически Можно Сказать Что По Лоу Нашего Низу АТР Да То Это Это У нас Низ АТР Нашего Дневного Вот И цена Сейчас Гуляет Между Нашим Уровнем Да И Низом И уровнем Низа АТР Вот Как Мы Видим Такой Канал Образовался В принципе В принципе Такая Тенденция Говорит Нам О Продолжении Движения Да То Что Должно Было Быть Продолжение Движения Быть Но Опять Не Забудем О Том Что По Австралийцу У нас Такая Же Картина Была Да Цена Пошла Но Начали Поджимать Тут Хотя Б Начали Поджимать В ту Сторон По Франку Пока Что Ничего Не Видно Никуда Не Поджимают Да Вот Нисходящий Трехугольник У нас Непонятно Друзья И Вроде Б Трехугольника Так Особо И Нет Заходим За Уровень Возвращаемся Тестируем Его Короче Ждем Четвертого Теста Как Только Будет У нас Четвертый Тест Уровня Как Только Будет У нас Четвертый Тест Уровня Заходим На Продажу Мне Все Так Кажется Что Больше Вероятность Здесь Будет Продажа Все Ставлю На Паузу Жду Теста Уровня Посмотрим Как Будут Развиваться События После Ложного Пробоя Уровня Итак Друзья Нашел Я Эту Новость Это Число Открытых Вакансий На Рынке Труда Да То есть Вот У нас Прогноз 5 миллионов Число Открытых Вакансий Если Будет Меньше Чем Чем Прогноз Да То Конечно Пойдет Против Против Предваритель Предыдущий У нас Был 6 6 200 Миллионов Ну Посмотрим Будут Лим Ухлевать У нас Американцы Или Нет Да То есть Число Открытых Вакансий На Рынке Труда После Кризиса После Кризиса Вряд Ли Смогут Они Там Что Серьезно Предложить Да Еще Тем более Америка Не Открывается Еще У них Там Растет Эта Вся Штука Да Вирус Этот И все Остальное Поэтому Даже Не Знают Друзья Но Это Сильная Это Сильная Новость У нас Посмотрим Как На Нее Отреагирует Рынок Будем Ждать 17.00 Еще Осталось Чуть Больше Часа Да Через Часик Посмотрим Что У нас Будет С нашим Рынком Пока Что По Астралийцу Мы Входим В Нежелательную Нулевую Зону По Сделке Нашей Да Вот И Потихонечку Начинаем Двигаться В отрицательную Сторону Ну Что Будем Сидеть Пережидать Просадку Будем Сидеть Пережидать Отбоев От Уровня Да И Я Так Думаю Что Немножко Немножко Загоняют Сейчас Перед Новостью За час До новости Немножко Рынок Загоняет В перепроданность Чтобы потом Не сильно Убежал Австралиец Вверх Немножко Главное Чтобы это было Немножко Главное Чтобы они Не достали До нашего Стоплоса Все друзья Ставлю на паузу Потому что И так Уже сильно Длинное видео В принципе Новость Показал вам Ждем Ждем И надеемся Что все будет Хорошо Так как Ну я не знаю Чисто по технике Чисто по технике Да У нас вроде бы Все как нормально Была хорошая тенденция Сейчас Немножко Откатик И будет Должно быть Продолжение Тенденции Да Посмотрим Как это Произойдет И вот Друзья И хотел же Открыться По франку Да И не Открылся Ну ничего Страшного Ничего Страшного Главное Что не потеряли Да Заработать Мы еще Успеем Хотел Открыться По франку После После этого Удара Да После этого Удара И вот Смотрите Что происходит 1230 Пунктов Проходит Цена Вниз Как чувствовал Как чувствовал Нельзя Обратил Внимание Нельзя Я ставил Себе Здесь Алертики Да Хотел Хотел Ну ладно Ладно Что Хотел Да Перехотел Ждем По Австралийцу Да Вроде Как Цена Немножко Занырнула В ноль Была Сейчас Опять Потихонечку Движется Вверх Я думаю Новость Выйдет Когда И цена Пойдет Хорошо Вверх Все друзья Пока что Ставлю на паузу Ждем Окончание По Австралийцу Да и мне Потихоньку Уже надо Ити Собирать Вещи Потому Скоро Я буду Уезжать Друзья Уже Я буду Уезжать На западную Украину Да Вот И там На западной Украине Еще Мне надо Будет На Изу Подавать Так что Еще Я поторгую Немножко Внутри Дня А дальше Будем Только Дорабатывать Разрабатывать И дорабатывать Вечернюю Стратегию Немножко Мне не Нравятся Эти Большие Просадки Надо Будет Попробовать Немножко Увеличить Увеличить Вот Я Каждых 20 Пунктов Ухожу Да Захожу Со встречной Заявкой Наверное Надо Увеличить До 25 Хотя Опять же Если Рассматривать Вчерашнюю Ситуацию С Новозеландцем То Там Цена Ну Просто На 260 Пунктов Да Пошла В Просадку И Наверное Надо Не в этом Наверное Проблема Проблема В том Что Плохо Отбираю Я Плохо Отбираю Инструмент Да Надо Более Тщательно Более Детально Отбирать Лучше Допустим Один Инструмент Оставить Лучше Лучше Допустим Сделать Меньше Меньше Допустим Да Прибыль За день Чем Сделать Большой Убыток Себе Или Вообще Там Не знаю Неделю Сидеть В просадке Да Цена Будет Вот это Кататься Вверху И мы Неделю Вообще Ничего Не будем Зарабатывать Лучше По окончанию Маржинальности И наверное Не в 6 лотов Буду заходить А в 5 Посмотрим Короче Надо Вот эту Ночную Торговую Систему Подтачивать Подтачивать Друзья И тогда Мы сможем Что-то с нее Выжимать Более или менее Нормально Опять же Если наши Риски Еще такое Хочу тоже Правило Прописать Если мы Входим Двумя Лотами Да Уже Ну Вошли Одним Значит Забираем Один к одному Да То есть Забираем Один доллар Если же Мы Уже Удваиваем Наши риски То тогда И прибыль Надо Чтобы удвоилась Ну то есть Не просто Один доллар Была сверху Да А тоже Немножко Подождать Чтобы больше Был Тейк профит Не один доллар А допустим Уже так как У нас 0.03 Получается Общая сумма Да Чтобы уже Было хотя бы Три доллара Ну я в принципе Так и делаю Вот Я в принципе Так и делаю Потому что Если цена Высоко Пошла вверх Да еще там Два-три Встречных Лота Я открываю Потом обратно Получается Немножко Больше Сижу Дольше Жду Чтобы Цена Больший Профит Взяла Да Вот в принципе Это логично Потому что Мы теряем Как и время Да Потому что Время тоже У нас Немаловажный Фактор Работать мы Можем Только там С 7 С 7 с полвосьмого До 11 Пол двенадцатого Да Если есть У нас Сигнал Вот Мы ограничены Коротким Временем Да там 3-4 часа Вот И при Просадке Нам получается И тейк профит Надо забрать Чуть побольше Да Не уже не Один плюс Доллар Да Чтобы только Перекрыть убытки И один доллар Сверху Но еще Несколько Тиков Тем более Что При каждом Следующем Лоте Открытом Да Удвоение Потом Учетверение Ушестерение Да Или как Заходим Одним Потом Удвоение Потом Учетверение Потом Увосьмирение Да Потом Ушестерение Да Вот И каждый Каждый Потом Тик Обратно Один Тик Это плюс Несколько Долларов Если Четыре Лота Встречных У нас Это Один Тик Это Уже Там Даже Несколько Десятков Долларов Да Плюс Нашу Сторон Поэтому Лучше Дождаться Этих Несколько Тиков В нашу Сторон Да И забрать Там Плюс 10 15 Долларов Потому Что И риски У нас Велики Друзья И риски В данным Случаем Велики Потому Что Вот Внутри Дневной Торговли Да Здесь Более Или Менее Как То Риск Менеджмент У нас Ограждено Да То Есть У нас Риск На день 3% И все Мы Больше За этот Риск Стараемся Не выходить Вот Такой Как Случай Как Сегодня Да И то Когда Цена В нашу Сторон Прошла Какое Там Определенное Количество Пунктов Я Просто Подтянул Стоп И все Да И уже Мы Как Помещаемся Да Сначала При Входе Запрятал За Вот Эти Лаи Да Ну Хотя Этого Менеджменту Так как Так как Говорит Александр Михайлович Возьмите Карандаш Да И чуть-чуть Себе его Засуньте Сзади Да Понравится Вам это Вот так Вы Короче И берете Стоп Лосс Тоже Да Засовываете Чуть-чуть Засовываете А потом Когда цена Идет Не в вашу Сторон Засовывает Вам Да Вот Поэтому Да Лучше Конечно Мани Менеджмент Мани Менеджмент Лучше Конечно Соблюдать Дабы Не Засаживали Нам Вот Поэтому Да В дневной Стратегии Друзья Мы тоже Мы тоже Доработаем Дневную Стратегию Вот Дабы Не было Таких Больших Засадок Да Как Вчера Вот По Новому Зеландии Потому Что Посмотрите Видео Уже На канале Да И Получается Вы там Все Увидите Да Как Засадили И Сколько Времени Пришлось Ждать А могло И не Вернуться Потому Что До Этого Просто Неделя Роста Была Да По Новой Зеландии Вот Могли Не Пересидеть Такую Просадку В Несколько Тысяч Просто Мог Депозит Закончится Да Поэтому Надо Будет Все Это Дорабатывать Вот Так Что Сегодня Нам Надо Уже Пересидеть Это Все Просмотреть Чем Эта Вся Ситуация Закончится Потому Что Даже Завтра Может Быть И не Будет Времени Тем Более Завтра У дочурки Мои День Рождения Завтра Придется Собирать Вещи Еще Поездку Ехать Да Так Что Такое Друзья Мне Вот Очень Не Нравится Что Сейчас Происходит Здесь Сейчас Начинает Рисоваться Двойная Вершина Да На Короткосрочном Восходящем Тренде Если Она Дорисуется То Тут Возможно Будет Даже Неплохой Поход Вниз Я вам Скажу И Возможно Даже И Приблизиться К Нашему Стоп Лоссу Если Не Влупит По Нему Ну Будем Надеяться Что Нет Надежда Умирает Последние Друзья Такова Эта Профессия Зашел Все Сиди Сиди И Смотри Ну Мне Не Нравится Одно Мне Не Нравится Одно Что Нет Нет Импульса Нет Импульса На Покупку Да Как У нас Было Это По По Йене Да То Есть Оп Все Отбили Здесь Сложный Ложный Пробой Не Пошла Цена Дальше Да Тремя Барчиками Пятиминутными Все Начало Расти Мы Вошли Чик 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 И Пошли 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 То Не Было Глубоких Откатов Да По Австралийцу У нас Есть Глубокие Откаты Вот Это Мне Не Очень Нравится И Каждый Откат Глубже Предыдущего И Каждый Хай Ниже Предыдущего Это Конечно Меня Удручает Это Меня Удручает Но Опять же Может Быть Это Просто Перед Новостью Толкают Немножко Вниз Цены Сейчас Новость Выйдет На Если Новость Выйдет Позитивного Характера То есть Прогноз У нас 5000 Число А выйдет Допустим 5500 Мне придется Наверное Даже И закрыть Даже Наверное Придется И закрыть Лот Потому что Цена Может Очень Резко Отсюда Воскакануть А вообще По идее Хорошо Было бы Сейчас Закрыть Да Посмотреть Какая Новость Выйдет И Потом Заходить Опять же Александр Михайлович Говорит Такого Не Делать То есть Если Вы Вошли В Сделку Все Сидите Сидите Будьте Уверены В своем Прогнозе Или Стоп Или Тек И все По другому Типа Это не Работает То есть Вы Или Технарь Или Фундаменталист Да И Ну Или Вы Смотрите Технический Анализ Или Вы Смотрите Фундаментал Это Просто Разные Стили Торговли Да Ну Ну Пока Что Технический Анализ Мне Говорит О том Что Тенденция Восходящая Заканчивается И Может Быть Даже Вот Такая Двойная Вершинка То есть Тут У нас Уже Образовалось Как Вы Видите Раз Два Три Такими Тремя Барами Да У нас И Одно Ложное Пробитие У нас Было Тычки Такие Уровень 69 265 Плюс Минус Там Пару Пунктиков Да Вот Если Сейчас То У нас Может Произойти Очень Большая Беда Потому Что У нас Тут Двойная Вершина С вершиной 250 Пунктов От Ик Профит У нас От Этого Места 200 Цена Может Провалиться Друзья Может Провалиться Конечно Ну Посмотрим Посмотрим Не будем Загадывать Будем Посмотреть Не будем Загадывать Будем Посмотреть Все Ставлю На паузу Ждем Вот Друзья Вот Она Вот Она Жара Можно Стоп Лосик Поближе Наверное Передвинуть Скоро Уже Будет Да Ну В принципе В принципе Мы Пролетели Уже Были 350 340 Пунктов Чуть Чуть 350 Не долетели Да Ну Я думаю Что Можно Уже Подвинуть Стоп Лос За Уровень Да Поближе Чтобы Хотя Бы Я знаю Тут Пунктов 200 Было Не Больше Да Потому Что 300 Мы Уже Пролетели 200 До Стоп Лос Итого Общее Общее Будет У нас 550 Это Даже Много Друзья Это Даже Много Если Мы 550 Потеряем И Там 350 Прибыли И 250 Стоп Лос Это Будет Очень Много Поэтому Ну Давайте Пока Что Чуть Чуть Подтянем Да Подтянем Будем Потихоньку Постепенно Подтягивать 200 Пунктов Вот На 50 Мы Подтянули Да И Этого В принципе Достаточно Пока Что Чуть Чуть Рванула Цена Обновила Хай Свой Предыдущий На 100 Пунктов И Это Уже Радует Друзья Это Радует До До Новости У нас Осталось 10 Минут 10 Мы На 5 Минут Вот И Сейчас Посмотрим Друзья Что Будет Происходить Пока Что Пока Что Новости Еще Нет Да У Нас В принципе В принципе Здесь Страничка Идет Самообновляемая Потому Что Время Самообновляемое То И Здесь Тоже У нас Самообновляемое Не надо Обновлять Каждый раз Страницу Показатели Каждых 10 минут Здесь Обновляем Динамическая Страница Она Называется Да И Когда Выйдет У нас Показатель По Числу Открытых Рабочих Мест Да Он Там Самообновится Мы В принципе Увидим О А Это За Прошлый Это За 15 05 Факт Ну Видите Пред Прогноза Не было Да Прогноза Не было Ну Как Могли Вырасти Рабочие Места Когда Нигра Не работала Друзья Ну Как Предыдущий Был 7 Миллионов Новых Рабочих Мест Факт Был 6 200 Не знаю Я не знаю Ладно Будем Смотреть Предыдущий У нас Был 6 200 Прогноз У нас 5 И То Что Будет По По Факту Ждем Факта 9 Минус У нас До Новости Ставим Пока Что На Паузу Там Посмотрим Друзья Там Посмотрим Итак Друзья Вышла Новость У нас Вышла Новость По Америке Ровненько 17.00 Прогноз Подтвердился Прогноз Подтвердился Вот Чуть Чуть Больше Дали Да Посмотрим Как поведет Себя Рынок В принципе В принципе Сейчас Александр Михайлович Извините Сейчас Рынок Да Должен Дернуться Вниз Должен Дернуться Вниз И Потом Пойти Дальше Вверх Мои Прогнозы Такие Что Как Минимум Мы Сейчас Откатимся Пунктов На 300 Ой Ой Такие Прогнозы Нехорошие Пунктов На 300 Мы Должны Откатиться А потом Опять Пойдем Вверх Может Быть не будет Такого Глубокого Отката Вот Почему Потому что В принципе Ничего у нас Не произошло Прогноз у нас Был 5 5 Миллионов Рабочих Мест Он Просто Подтвердился Ну То есть Просто Подтвердился Немножко Рынок Сейчас Подергается Туда Сюда В принципе Должен Пойти Дальше Сюда Куда Он Должен Пойти Да Вот По Евро Доллару Мы Видим Хороший Отскок Сегодня Да На 1000 Пунктов Да Ну И Все И Сейчас Я не знаю Что Будет По новости Может Будет Падение Какое Ничего Не могу Сказать Вообще Вот Эта Свеча Да Последняя На 615 Пунктов Это Что-то С чем-то Да Тоже Непонятно Помпонули Евро Для Чего Ну Хорошо Была Здесь Какая-то Консолидация Не знаю Друзья Что Здесь Можно Сказать От Одного Уровня Дошли До Уровня Да В Принципе Ничего Здесь Такого Нету Что Они Так Накачали Евро Мы Же Смотрим За Нашим Австралийцем Следим В Принципе По Австралийцу Не должно Быть Каких-то Прям Супер Каких-то Движений Может Быть Ну Я Говорю Ну Максимум Там 250 Ну 300 Пунктов Это Максимум Ну Скорее Всего До 200 Пунктов Может Быть Откат Где-то Да Сейчас Вот Мы Наблюдаем Соточка Отката После Выхода Новости Да Может Быть 200 Вот Сюда В этот Диапазон Убежим И Потом Должен Продолжится Рост Так Как Мы Лондонский Хай Побили Нет Лондонский Хай Мы Еще Не Побили Лондонский Хай У нас Вот Над Этим Уровнем Как Раз Отлично Нам Туда И Надо Друзья Да И Надо Смотрите Что У нас Происходит У нас После Открытия Новости Цена Дернулась Вниз Да Причем Ну Так Нормальненько На 100 Пунктов Она Дернулась Вниз И Сейчас Уже Все Выкупили То Что Было Быстро Пройд Да Все Выкупили Поэтому Никто Не Хочет Никто Не Хочет Продавать Как Говорится Давайте На Минутку Перейдем Чтобы Это Было Более Наглядно Видно Да Вот На Минуточке Видно То Что За 3 Минуты Было Продано Даже Вот Так Вот Можно Дать 100 Пунктов За Минуту Цена Прошла И Теперь Выкупилось Это Все Дело Импульса На Продажу Нет Продолжение Движения Гарантировано Да Вот И Все Хвостик Кинули Это Очень Даже Хорошо Что Кинули Хвостик Стопы Посрывали Причем Хвостик Хороший Почти На 100 Пунктов Да Стопы Посрывали И Сейчас Цена Полетит Вверх Все Ждем Друзья Ждем Я Думаю Что У нас Сегодня Будет Хороший Еще И Профит По Астралийц Ставлю На Паузу Ждем Итак Друзья Пришло Время Еще Немножечко Подтянуть Наш Стоп Лосс Так Как Наш Стоп Лосс Уже 526 Пунктов От Нашего Входа Вернее Наша Цена От Нашего Стоп Лосса 500 Пунктов И Мы Еще Немножечко Подтянем Его Да Подтянем Именно Подтянем Его Вот Сюда В Это Место Под Этот Хай Да И Вот Уже 400 Пунктов И Наш Вход Уже Еще Друзья Уменьшается Уже До 80 Пунктов То Стоп Лосс 80 Пунктов Потихонечку Трейлим Стоп Прям Ну Прям Не Критически Да Но Я считаю Что Этого Достаточно То Ну Как Бы Когда Цена Один К Двум Вернее Один К Одному Прошла К В принципе Достаточно Потому Что Если Мы Потеряем Сейчас 350 Пунктов Прибыли И 80 Пунктов Стоп Лосса Общий Наш Убыток Да То Ну Как Б Нельзя Многие Сейчас Скажут Нельзя Делить Нельзя Считать Заработанным То Что То Что Ты Еще Как Б Не Положил Свою Копилку Ну Вот Если Вы Посмотрите Вот Сюда Средства Да Это 1.18 Уже 1.018 Долларов И Можно Сказать Что Они Уже У Меня В Копилке Да То Есть Если Я Сейчас Возьму И Закрою Ордер То Эти Средства Будут Уже На На Нашем Счету Да Но Мы Просто Для Того Чтобы Их Не Потерять Или Не Потерять Вернее Еще Средства С нашего Баланса Дополнительно Мы Немножко Подтягиваем Потому Вернее Не это Я имел Ввиду Нету Мысли Хотел Донести Блин Тупица Короче То Что От нашего Стоплоса Цена На 400 Пунктов Сейчас Да Это Уже Наш Заработанная Наша Прибыль И То Что Мы Сейчас Можем Закрыться Да И Эти Деньги Останутся У нас Это Факт Этого Никто Не Может Отрицать Поэтому Эти Деньги Уже Заработаны Грубо Говоря Поэтому Если Цена Развернется И пойдет Против Нас Да То То Мы Их Потеряем Мы Потеряем Эту Прибыль Которая У нас Была И мы Потеряем Тот Стоплос Который Мы Отвели Вот Поэтому Этих 400 Пунктов Можно Будет Считать Как Потерянные Поэтому Лучше Потихонечку Тралить Стоп Тралить Его Такими Мелкими Шажками Да Если Цена Идет В Нашу Сторон Поэтому Друзья Вот Пришло Очередное Время Немножечко Подтянуть Стоп И Уже Он У нас Уже Вот Составляет Там 90 Пунктов Это Неплохо Друзья Все Ждем Друзья Дальше Дальнейшего Развития Событий В принципе Цена Практически Никак Не Отреагировала По Австралийцу Практически Никак Не Отреагировала На 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 эту Новость Да Она Просто Подтвердилась И все Вот Вот и все Просто Подтвердилась Посмотрим По Евро Доллару Ну Тоже Да Цена Росла На На Евро Чуть При 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 Приупала Да Но Это Не факт Что Она Сейчас В дальнейшем Не пойдет Дальше К уровню Вот Поэтому Ничего Критического Нету Продолжаем Следить За Аустралийцем Франк Мы Конечно Прошлепали Друзья Франк Я Прошлепал Я Франк Прошлепал Прошлепал Надо было Здесь Все таки Оставить Надо было Здесь Оставить Нижний Алерт И При Выходе Из Вот Этого Канала Да У нас Формировался Здесь Канальчик Да И при Выходе Из Канала Вставать На Продажу Я таки Хотел И делать Сейчас Вот Были То Что Тоже 350 Пунктов Плюсе Еще И По Франку Ну Ничего Страшного Австралиец Идет В нашу Сторон Это Хорошо Будем Сидеть В принципе Меня Сейчас Все Устраивает Я Пошел Потихоньку Собирать Вещи В Дорогу Вот И Уже Включусь Друзья Не Буду Уже Больше Делать Короткие Включения Да По Пути Уже Будет Тейк Или Будет Стоп Лосс Вот И Тогда Уже Включу С вами Покажу Все Потому Что Видео И так Сегодняшняя Получилась Достаточно Длинным Почти Два Часа Вот Но В принципе Сегодня Мы Достаточно Неплохо Поработали С вами Даже Если Мы В данном Моменте Получим Стоп Лосс Предыдущая Сделка Пуени Была Оу Смотрите Как Янка Шуранула В обратную Сторону Да Вот Доллар Доллар На Янку Повлиял Кстати Очень Сильно Посмотрите Могли Мы тут И не Дозаработать Из своих Денег Да Всего Лишь 100 Пунктов Цена Прошла Потом В направлении В том Да Ну Хорошо Что Прошла И Хорошо Что Мы Заработали В принципе В принципе Побили Хай Лондонской Сессии Да И Побили И Пробили Этот Уровень Да И от него В принципе Оттолкнулись Дальше Не пошла Цена И пошла Себе Потихонечку Вниз На Новостях На Новостях Немножко Отыграло Да Ну Очень Красиво Я вам Скажу За такое Короткое Время Пошла Цена На 600 Пунктов Вниз А Это Буквально 2 часа 3 часа Вверх И потом 2 часа Вниз Ну Это Просто Ену Сегодня Штормит Я вам Так Скажу Причем Что Обновила Она Лоу Да Дошла Она До Уровня 650 Нежданно Негаданно Крутяк Крутяк Ладно Мы свое Взяли И На этом Все Друзья Ставлю На паузу Ждем Что у нас Тут Австралийчик Наш Что наш Австралийчик Даст он Нам Стоп Лосс Или даст он Нам Тейк профит А вы Пока что Нажмите На паузу И напишите В комментариях Что у нас Будет По австралийчику Стоп Лосс Или Тейк профит Хорошо Вот А я Ставлю На паузу И как Отожму Тоже Паузу Друзья Для вас Это Несколько Секунд Для меня Это Может Быть Несколько Часов Итак Друзья Ну что В принципе Позиция У нас В плюсе 18.46 Я буду Это видео Заканчивать Да Мы Сегодня Поработали Хорошо В плюсик Отбили Отбили Зеру Депозит Да Депозит Наш В зеру Вот В принципе Эта позиция В плюсе Ничего Не предвещает Отката До ступ Лосса 400 пунктов Мы В плюсе И даже Было И выше Да Вот И даже Было И все 550 Пунктов В плюсе Друзья Так что Я думаю Цена Уже Не укатится Так прям Сильно Вниз Вот Сегодня И вероятность Того Что мы Дойдем До Хотя бы До уровня До конца Дня Да Тоже Велика В принципе Можно переключиться Уже себе На 15 минут Куда бы было Видно Конец Суток Да И наверное Где-то Часа в 22 В 23 Буду Закрываться Вот видите Смотрите Как видно Да Как видно Как шортовая Позиция Какая Она Быстрая Да Всегда Вот это Просто Классическое Отображение Рынка Как Поведение Рынка Да Когда Начинают Все Сбрасывать Позиции То есть Что Входит В продажу Продажа Это Не только Когда Мы Нажимаем На кнопочку Sell Да Новый Ордер И Sell А Продажа Это Тогда И Когда Покупатель Ловит Стоп Лосс То есть Он В том В том Месте Где он Ловит Стоп Лосс Это Происходит Продажа И Вот Смотрите Как Как Быстро Да Продается У нас Все Вот По сравнению С С С Покупкой Да Как Покуп Покупателя Лонговая Позиция Долго Набирает Позиции Вот Пока Что Пока Что Вроде Ничего Не Предвещает У нас Какого То Плохого Разворота Против Нас Да Мы Потихонечку Потихонечку Отыгрываем Позиции По Австралийцу Я думаю Тенденция Продолжится И до Вечера Поэтому Друзья Всем Спасибо За Внимание Ставьте Лайки Пишите Свои Комментарии Вот Пишите В комментариях Что Вы Думаете Как Закончится Этот Трейд Что Вы Видите На Графике Да Мы Дойдем До Нашего Тейк Профита Или Мы Получим Стоп Лосс Обязательно Напишите Это В комментариях Друзья А Завтра Мы Узнаем С вами Как Закончилась Эта Сделка Вот А Сегодня Друзья Я Начинаю Сейчас Пойду Немножко Отдохну Да Часик Хотя бы Минут 40 Отдохну Немножко Поваляюсь На Диване Отдохну Или Пойду Чайку Себе Попью Танюшка Блинов Нажарила Пойду Чайку С блинами Попью До Минут 15 Поваляюсь На Диване Потому Что Сегодня Нас Еще Ждет Вечерняя Торговля Вот Поэтому На этом Это Видео Закрываю И Будем Приступать К нашей Вечерней Торговле Не Забывайте Друзья Делиться Нашими Видео С Друзьями Вот Ничего Плохого Мы Здесь Не Делаем Не Матюка Никого Не Ругаем Ни Политики У нас Здесь Нет Тоже Ну Вот Мы Учимся Зарабатывать Деньги Деньги На Рынках На Валютном Рынке Да И Это Круто Друзья Можно Сидеть Дома И Зарабатывать Деньги Все Всем Пока Лайк Комментарий Колокольчики Там Все Дела Редирект На